Это в окошко ей туда стучали? Нет, я вот в это окошко стучу. Вот в это. А, вы заходили и сбоку стучали? Вот в это, да. А она вот тут, вот ее диван. Она тут вот спала. Так она всегда, я Ксюша, Ксюша, она, это самое, говорю, все, тетя Валя, я устаю. Бабричанка Валентина до сих пор не может прийти в себя. Еще позавчера она разговаривала с соседкой, а накануне утром медики констатировали ее смерть. В день последней встречи, вспоминает женщина, жительница дома напротив получила зарплату и приняла немного на душу. Буквально несколько часов и улица седьмая линия попадает в сводки МЧС. На двери, а это где щели эти, и дым этот валит во все щели. Ну вот тогда я прибежала, сказала, вон, выбили окошко, то я, он открыл, муж, и все. Я к печке, я думала, печка, я к печке, печка нормальная. Мы туда, а там уже это все. В хату ворвались, там окно. Она уже все лежала, да? Она еще живая была, да? Нет. Я ее вытянул, пульса уже не было. Несмотря на пагубные пристрастия, 43-летняя погибшая, отмечают соседи, было крайне добрым и открытым человеком. Однако формула «выпил, закурил и лег в постель» практически всегда заканчивается одним и тем же сценарием. Как правило, драматическим. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении. Курить необходимо в специально отведенных местах, например, для частного дома, это, конечно же, улица. И обязательно окурок затушить в пепельнице. Ни в коем случае нельзя заводить такую привычку курить в кресле и тем более в постели. В этот же день в статистику попадает еще один пожар. На этот раз дом полыхает на Ленина. В колокола бьют жильцы по соседству. Когда сотрудники МЧС прибывают на место, из окон валят клубы дыма. Внутри, как выясняется, находится 58-летний мужчина, инвалид второй группы. Его спасатели выносят на свежий воздух и передают медикам. С ожогами и отравлением продуктами горения пострадавшего госпитализируют. Предполагаемая причина возгорания, к слову, та же, что и в первом случае. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.